Под прощание славянки с главного железнодорожного вокзала Читы отбыла первая партия из 10 автомобилей, собранных для нужд СВО. Большую часть машин предоставило правительство Забайкалья, и это бывшие кареты скорой помощи. Некоторые из них и там будут применяться по своему прямому назначению. Сегодня за ленту уходит 10 автомобилей. 8 автомобилей предоставлены медицинскими учреждениями Забайкальского края, 1 автомобиль администрации Могольческого района и 1 автомобиль приобретен принимателем Геннадий Александровичем СИЗО. Специально купил для того, чтобы отправить в Ненародник на специальную военную операцию. Огромное спасибо всем. Огромное спасибо общероссийскому народному фронту, Забайкальской железной дороги. Спасибо всем. Победа будет за нами. На вполне логичный вопрос, зачем на фронте гражданские машины, нам ответил боец, который совсем недавно вернулся из зоны боевых действий. Для чего нужны автомобили? Автомобиль это является маскирующим средством, то есть мы не выдаем себя как военнослужащие, нас не могут распознать, и тем самым мы скрываем свое присутствие. Если мы передвигаемся на военных автомобилях, то враг понимает, что там военные. А если мы передвигаемся на гражданском автомобиле, то ему сложнее вычислить наше передвижение и чем мы занимаемся. Тем временем приемка автомобилей для нужд фронта продолжается. Если у вас появилось желание отдать свою машину на СВО или вы готовы помочь в их ремонте, обращайтесь в региональное отделение Народного фронта по телефону 8 30 22 21 20 07. Александр Крылов, Данил Батвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.